меня зовут андрей киселёв я куратор и ведущий преподаватель курса photoshop для архитекторов и сегодня я хочу рассказать вам об одном очень крутом приеме который вам позволит в кратчайшие сроки и без труда создавать ваши собственные клепарты высокого качества этот прием называется focus area с помощью которого вы можете выделять объекты которые попадают в зону фокусировки камеры а те что остаются размытыми соответственно будут удаляться автоматически для этого вам нужна исходная картинка с достаточно сильно проявленной глубиной резкости чтобы активировать эту функцию вам нужно выделить слой и перейдя в меню select выбрать из предлагаемого списка focus area давайте посмотрим как работает эта функция первое что нам предлагается выбрать это так называемый view mode это то каким образом наша модель будет отображаться весь скрытый фон в режиме overlay которым пользуюсь я заливается красным цветом что делает работу с изображением более удобный потому что мы четко видим границы где они выделены хорошо а где у нас появляются проблемы с выделением давайте мы оставим его так как есть и перейдем к основному параметру который называется in focus range чем дальше мы сдвигаем ползунок влево тем большая часть изображения будет захвачена с помощью этого фильтра чем дальше мы сдвинем ползунок вправо относительно центра тем соответственно меньшая часть областей будет захвачена в данном случае я предпочитаю лишь немного сдвинуть полузунок влево назначение 3 единицы и это вполне подойдет для дальнейшей работы у нас есть еще один полузунок для продвинутой работы фильтра он называется image noise level он работает примерно так же только действие его инвертированным чем дальше мы сдвинем полузунок влево тем меньшее количество областей будет захвачено чем дальше мы сдвинем полузунок вправо тем соответственно большее количество областей будет захвачено с помощью этого фильтра я советую использовать его в качестве дополнительного инструмента в случае если вы работаете сильно зашумленным изображением а в этом случае я оставлю его значение на стандартном об на стандартном значение 910 или поставлю галочку of собственно у нас уже практически готовый вариант нашей обтравки но мы видим что некоторые области имеют ту же самую фокусировку что и основная модель для того чтобы добавить или удалить какие-то области из видимого поля мы можем использовать вот эти два инструмента с кисточкой чтобы убрать чтобы убрать какую-то область мы используем кисточку со знаком минус она настраивается по принципу обыкновенной кисти где вы можете менять размер единственные параметры жесткости кисти здесь недоступно кликнув по объекту вы удаляете сразу же целый ряд элементов которые имеют схоже размытие пикселей вы можете также проводить линии ну или заштриховывать целые фрагменты изображениям в принципе наша картинка почти готова мы не можем не заметить что есть ряд элементов которые всегда вызывают наибольшее количество сложностей и вопросов это либо волосы модели либо какие-то ворсистые поверхности которая достаточно сложно поддаются обтравки а ручная обтравка может занять целые часы и для этого здесь предусмотрена потрясающая функция которая называется селект моск в более ранних версиях фотошоп это называлось рефайн edge нажав на эту кнопку мы попадаем в меню в котором видим настройки инструмента левая часть позволяет нам выбрать инструмент взаимодействия с объектом это три типа кисти инструмент ласса тул инструменты для навигации внутри окна сверху у нас стандартный option bar в котором мы можем настроить то каким образом будет работать наша кисть либо на под добавление либо на убавление элементов и также у нас есть стандартный выпадающий свиток с кистью который практически ничем не отличается от настройки обычной кисти галочка sample all layers позволяет нам работать сразу же с несколькими слоями изображения но в данном случае у нас всего лишь один слой и мы переходим к следующей вкладке которая содержит все параметры во вкладке view mode по умолчанию стоит тот же самый слой смешивание который был использован когда мы работали с focus area здесь я советую переключиться в режим который называется onion skin он позволяет вам на прозрачном фоне используя полузонок transparency восстанавливать часть изображения что поможет вам вернуть или убрать те элементы которые случайно не попали в область выделения focus area в данном случае я использую обыкновенный инструмент кисти стоит подробнее проговорить в чем различие между этими тремя вариантами первый это обыкновенная кисть которая работает по принципу маски она позволяет вам либо скрывать либо раскрывать элементы изображения это кисть refine edge brush tool позволяет вам работать с краями изображения мы сейчас посмотрим каким образом она работает первая же кисть это стандартный quick selection tool вернемся к меню properties в этом меню у нас есть также вкладка edge detection в этой вкладке я советую поставить галочку smart radius это позволит сделать края изображения более естественными у нас есть дополнительные опции где мы можем сгладить край размыть край изображения если есть в этом необходимость мы можем добавить краю изображения контрастности и мы можем сдвинуть край изображения либо внутрь либо наружу относительно выделяемого объекта я чаще всего сдвигаю на 10-20 процентов край внутрь для того чтобы убрать нежелательные блики или какие-нибудь небольшие собственные тени которые зачастую возникают на модели смотрите мы вплотную подошли к вопросу удаления вот этих вот фрагментов между волосками нашего объекта для этого у нас есть refine edge brush tool выбрав этот инструмент нам достаточно провести по самому краю этого объекта и немного подождать смотрите что произойдет он автоматически убирает все нежелательные фрагменты которые заполняют пространство между этими вот нюансными нюансными частями изображения инструмент в разы ускоряет работу по обтравке изображений и позволяет вам добиться принципиально новое качество конечно он не идеален и возникают моменты когда вам все равно придется поработать вручную с помощью обыкновенной обыкновенной кисти мы можем убирать те элементы которые нам не подходят если край нам кажется слишком грубым мы можем размыть кисть и попробовать поработать мягкой кистью я обратно активирую инструменты refine edge brush tool и ликвидирую вот эти вот небольшие фрагменты смотрите что происходит мы получили прекрасно отправленную модель и такого качества нам более чем достаточно для использования объекта в качестве основного объекта для первого плана небольшие корректировки с помощью обычный brush tool с мягким краем и чтобы проверить все ли мы выделили мы можем переключиться в режим black and white и увидеть что есть некоторые элементы которые по каком-то случайным недоразумения не попали выделяем область их мы закрашиваем вручную я возвращаюсь к режиму не он скин и давайте в двух словах проговорим про экспорт объекта у нас есть нижний выпадающий список который называется output settings в нем мы можем выбрать разные способы экспорта как активное выделение как маска слоя как новый слой или как новый слой с маской слоя или же как новый документ или как новый документ со слоем и маской если вы хотите создать из этого отдельный клепарт я советую сохранять это все как новый документ и вас сразу же появится файл из которого вы можете просто сохранив на жесткий диск пополнить вашу библиотеку клепарта в данном случае я сохраню это как маску слоя этот пункт у меня и выбран и я нажимаю ok в следующем видео вы узнаете как создавать клепарты кустарников и деревьев без характерных белых кромок спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч